всем привет новый день у меня вторник 24 октября вчера вот погрузился грузиком сразу нашел после загрузки там ничего не записывал только записал сам саму загрузку и немного города так что сейчас ставлю еще погружена где погружена красота невероятная херсонес артияр севастополь короче среди скульптур или что-то композиции о шансы губа не дура у него я тут пока снимаю не сбить бы ничего римская империя красота тебя тут коты такие жирные ходят да вообще блин ребята тут такая красотишка и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот эти не зря я в том году сделал... Ради одной поездки, а теперь не нарадуюсь... Вот, да... А сейчас, получается, что, отдохнул, провел время, снял номерочек, помылся, постирался... Отдохнул... И на дворе 10 утра выдвинулся в сторону уже Москвы... Грустно в Москву... Там, получается, да, вот... Экспонаты, я не знаю, ну, картины там... Насколько они древние, хрен его знает, но... Ну, один хер этот, как его зовут... Ценные, короче... Вот... Хотели пломбу поставить, я говорю, бля, не, давайте без пломбы, потому что... Надо, чтобы это все доехало... А чтобы доехало, надо следить, потому что дорога, особенно вот... От Симферополя до Джанкоя... Она, как бы, без ям, но она вся кривая... То есть, на рессорах это жесть вообще... Может, на легковой машине там... У вас чашка кофе будет дрожать и все... А здесь она, вроде, подпрыгивать будет... Поэтому, как бы, вообще не варик... Он говорит, ладно, хорошо, пересчитали места... Вот... Поэтому будем следить, чтобы штанги не спали... Ну, вроде я их закрепил жестко, но... Все равно, мне кажется, у фургона есть какой-то момент, что он гуляет там... Полсантиметра... Когда подпрыгиваешь где-нибудь... Дороги-то... Вроде ровные, но где-то мост стык и все, как бы, подлетел... Двигаем, ребята, что там будет, покажу... Как обычно, расскажу... Погода сегодня такая хорошая, пасмурная... Дождя нету, но и жары нету... Сюда я ехал, 28 было... Ну, воздух прохладный, но 28... Вот... А сейчас воздух прохладный, 18... Вообще отлично... Эти подъемы преодолеть... Потому что, да, у меня что-то греется... Не сильно, но греется... У меня раньше такого не было... Подходит где-то к сотке... Ну, и как бы ее там... Я уже секретик нашел, как ее держать... Дальше как бы не идет, но все равно... Для меня это много... Обычно 93-94 стало, допустим, на каком-то лютом подъеме и все и стоит... Там на разгонах... Потому что, как правило, температура повышается, когда вот ты идешь... Небольшой подъем на последней передаче... Не знаю, с чем это связано... Ну, короче, вот... Такой момент я заметил... А на пониженных стоит... Когда у меня был забит радиатор конкретно... Тогда ничего не помогало... Там... Только на пониженных передачах и все... Ну, видимо, подзабит радиатор немножко уже есть... Весной надо его менять... Чистить систему, менять... Заниматься... Как это возможно только... Ну, что... У нас зима впереди, поэтому... Я один раз так вот все почистил перед зимой... Так я зимой, помню, задолбался... Температуру до 80 на гонятию... Какой-нибудь Мурмунск поехал... Минус 20... И едешь 78-75... Все, блядь... Картонка закрыта, лицо... Это и это... А все равно не греется... И поэтому нафиг... Чистить что-то перед зимой... Это неблагодарная фигня... Поэтому, да... Ладно, что, двигаемся... Севастополь за окном... Впереди Симферополь... Подъемки, горки небольшие... Там что-нибудь покажу... Смотри, какая красотишка... Ё-моё, блин... Как сказал этот один крымчанин... Ну, вроде крымчанин... Андрей вроде зовут его... В Крыму живет... В комментарии... Писал, что... Я там про Ялту... Что-то снимал... Говорил, какая красота там... Он говорит... Блин, сам живу... Не могу привыкнуть к этой красоте... Настолько все круто... Действительно, да... Что не вид, то картины... Так что... Ну, а я пошел, получается, на спуск... И потом будет у нас подъем такой... Сколько там? Четыре километра, по-моему... Ну, такой крутой подъем такой... Крутелек, блин... О! Зеточки... Так что, короче, виби... Добрался до объездной... Симферополь прямо... Феодосия... Перекопск... Правее... Сейчас по объездной двигаемся... И уходим... На Джанкой... Там будет, конечно, километров 80... Нехорошей дороги... Ну, как я уже ранее говорил... Вот... Ох ты, ё-моё... Вот так... Терпимо... Ну, и все... А дальше что там? Новые эти... Регионы... Херсонская... Запорожская... Донецкая... Там дорога... Идеалочка... Как... Это... Как стекло... Нет... Как стекло, это как гололед, да? Как бритва прошлась... Вот... Так что двигаем... Дорога есть дорога... Так... Ну, доехал до Джанкуя... Всем... Джанкуйцам... Привет... Такая вот дорога... Короче... Не знаю... Всеми с кем... 80... Сколько? Еду... 40 час... 45... Ну, где-то там... Получается... 50, блин... Вот... Ну, не беда... Потихоньку еду... Как бы... Нормально... Кому надо... Обгонять... Подвеску... Мне ремонтировать... Если что... Ну и груз у меня там, да... Стоит... Как видели... Да... Нужно аккуратно ехать... Не дай бог... Подпрыгнешь... Еще что-нибудь там... Так что... Такие дела... Время... Час дня... Сейчас буду... Джанкуй... Здесь поем... Такой у меня... Обед... Рассольник... Рис... С чем там... Курица... Грибы... Морковка... Чтоб расти... И компот... Так... Ну, за окном у меня уже... Запорожье... Слева... Мелитополь... Мелитопольцам... Как всегда... Привет... Что там этот... КПП... В Чунгаре... Быстро прошел... Там... Минут двадцать... Наверное... Тридцать... Двадцать... Какие тридцать... Ну и все... Как говорится... И поперли... Посмотрел навигатор... Так... На память не помню... До Ростовской области... Двести десятки километров... Ну... То бишь... Короче... Со всеми там... Остановками... Куда-нибудь... Или там... Не знаю... Через Мариуполь... Короче... Ну... Всегда прибавляю... Четыре часа... То есть... У меня сейчас... Пол шестого вечера... Соответственно... Где-то... Пол десятого... Буду... Уже... К Ростовской области... Подъезжать... Ну... А там... Не знаю... Сколько... Полчаса... 40 минут... Займет переход... Рентген... Все дела... И попер... Как говорится... Поперли... Сегодня задача... Дойти до Ростовской области... А там... Не знаю... Если силы будут... То... Возможно... Дойду до... Этой... Транспарка... Ну... Где... Я... Сюда ехал... Отдыхал... Это... 985-й километр... То есть... Это еще... От... Перехода... Где-то... Километров... Ну... 150... Наверное... Где-то так... Может чуть меньше... 130... Так... На память... Точно не помню... Может кто поправит... Вот... И все... Сегодня вторник... Завтра... Надеюсь... Все будет... Чин-чинарем... Дойду до Москвы... К вечеру... Завтрашнему... Ну... До дому... Короче... В четверг с утра... Выгрузиться... Там... Десять... И быть свободным... Машиной заниматься... Там... У меня блин... Надо походу прокладку менять... Не-не... Не между сиденьем и рулем... А это... Ха-ха-ха... Справа... Там... Где штанги ходят... Вот... Она давно уже текет... У меня... Течет... Текет... Кому как удобно... А... Сейчас что-то прям потекла... Не знаю... Че это она... Че это она разошлась... Я еще... Туда заметил... Когда в Крым ехал... Перед переходом этим... В Чонгарске... Вот... Ну и фильтра надо... Влагоделитель менять... Топливные... Короче... Уже в Москве минус... В общем... Надо готовиться... К зимушке... К зиме... Потому что... Кто знает... Куда мы потом поедем... Вдруг Мурманск... А там... Наверное... Уже холода... Ну там по-любому... Холода... Но... Может там... Минус десять уже... Вот... Так что... Такие дела... Ладно... Че... Это будет позже... А сейчас двигаемся... Не знаю... Наверное... Уже на переходе встретимся... Марик... Я не знаю... Буду снимать... Не буду... Че там темно... Ну как... Фонари-то светят... Да... Ну а че там разглядеть... В целом... В прошлой серии я все показал... Что... Там изменения какие... Все делается потихоньку... Вот... Ну даже не потихоньку... Как бы... Такими ударными темпами... Че там... Получается... Мариуполь... От боев отошел... В мае того года... Вот... Год прошел... Год... Год и пять... Да... Там уже много делов сделано... Если честно... В обычное бы время... Так бы хер... Кто-то че сделал бы... Блин... А тут... Как говорится... Команда дана... Так что... Устанавливает... Ну может... Так... Покажу... Все-таки... Ладно... Уговорили... Как там ночью... В темноте... Как раз сейчас... В шесть вечера темнеет... И посмотрим с вами... Так... Дошел до Марика... Светится... Сыяет... Время уже... Сколько там... 59... Че-то... Там... Пробочка была... Досмотр... Здесь видно... Не видно... Коса... Русская коса... Краса... Коса... Так что... Потерял там где-то минут сорок... Ладно... Сейчас... В Мариуполе должно быть... Ой... Это... Новоазовске должно быть чисто... Че-то он где-то это... Будку потерял что ли... Че-то все загнуто... Или специально так сделал... Так... Надо успевать... Так что... Работы идут... Это у нас район... Драмтеатра... Тут перед нами стоит... Ну вот тут кафешечка... Люди сидят... Вообще... Я б тоже посидел бы... Давай пропущем таксистика... Ну... Ну не все еще... Приведено в порядок... Вон дымок... Зона комфорта... Стоят... Девчонки в сторонке... Здесь вот так вот... Парк подсвечивается... Собачки гуляют... Собачки гуляют... А вот этот дом... Видно не видно в камеру... Короче... Вообще в порядке... Перевели в порядок... Вообще грузовики другой дорогой же пускают Ну я, короче, по старинке езжу Пока не напрягают за это Здесь зато я знаю, что дорога хорошая А там хрен его знает Как оно чё Спуск такой нормальный Хороший спуск Так, нам вроде бы налево еду Ох ты, еду без навигейшена Поэтому Надеюсь, приеду куда нужно Ну да, да, всё верно еду Помню эти Домики подбитые, так скажем Ну как скажем Так и есть Так что всё правильно едем Ну, считай Сколько тут снимают Минута две Три И как бы Сейчас у Азовстали выскакиваем И вдоль Азовстали наверх Там тоже объезд сделали Дорогу ремонтировать И на Новоазовск Там тоже асфальт везде положили Здесь раньше плиты были А теперь Нормальный асфальт Как раз главная дорожка Нам направо Да, слева автомойка Должна быть Угадал? Опа, угадал Да, слева автомойка Потому что северно ездим И въезжаем На Тремонтированный Участок дороги На мост Который недавно открыли Ух ты Нихига себе Они такой переход сделали Представляю Если на сотки тут идти Как подпрыгнешь на легковой Хотя может не легковой Так не чувствовать На ресторах другие Отютения Река Кальмиос Название какое-то Непонятно А здесь вот Да, вот Впереди Такой Как памятник Намерял Оп-оп-оп Не знаю, что это Сделали Так, что Ладно, что Выключаюсь Темнотишка Впереди Я поехал Навысь Так Всем доброе утречко Ну, мне Так точно Нахожусь уже В Чалтаре Съезжаем На объезд Через аэропорт Там Ну, там Через деревушки Поселки Станиц Как там Правильно Время у меня 8 Там Полдевятого Уроди утра Че у нас уже Среда Вчера в целом Быстро Все прошел Мариуполь На Азовске Тоже там не стоял Как бы все прошел Без проблем Потратил минут Ну, полчаса Возьмем, короче И все Выехал На Ростовскую область И все Сразу лег спать На заправочке Этим Фургоном Прямо к дверям Лукойла Подогнал Говорю Вот, смотрите мне Как все было Тип-топ И получается Что я В один слег В 7 утра Проснулся Под речком И двигаюсь Далее Сегодня задача Дойти За Воронеж Я думаю Дальше, наверное, Не попру Тысяча километров Все-таки тяжелая задача Но я уже прошел 100 Ну, еще Вон, видели Да, 1080 Ну, даже Тысяча пятьдесят Да, дома Для этого То есть Тысяча сто пятьдесят Ну, это серьезный аргумент Поэтому, я думаю За Воронеж Уйду Там Паду спать И далее Продолжим Завтра уже движение Ну, и сразу До выгрузки Там, не знаю В обед буду Выгрузка у меня В районе Где-то Ярославки Там Короче Вот Короче Еще через пол Москвы ехать Короче, короче Что-то Раскорочился Вот Вороны Разлетались Собирают остатки Урожая Так что Такие дела Чего двигаемся Проблемка нарисовалась Маски ЦКП С боковой крышки Толкатели Стоят Вот Ну, давно Уже сопливилось Уже года два Все больше Больше И тут что-то Прям Разошлась Не знаю Сколько грамм В сутки Она охерачивает Но Надо, короче Смотреть за уровнем Потом покажу Включу Сейчас Доеду Где ровно До транспарка Наверное Отстоится Подниму кабину И покажу Что-то Так что Такие дела Вообще были Да Мысли, что Антифриз давит Там капли За бачком А потом Разглядел Что это Масляные капли Летят, короче Видимо Вентилятором Его раздувает И в итоге Такое ощущение Что Это антифриз Ну, там Как раз Под бачком Вроде все нормально А то у меня уже Мысли это Как его зовут Бошку поднимать И все остальное Блин Вроде без этого Ну, это не точное Так что Ладно Это, как говорится Это Рабочие моменты Вот Ну, а так Что двигает Сейчас Через секундочку Покажу Что у меня Мокрица Так, ребятки Поднял кабину Ну, вот У меня ситуация Правая крышка Это Мокрица Вот здесь Ну, как Мокрица Уже так Пропускает Короче Тут Нафигачило Вот труба Вот здесь Вот тоже Я думал Это может Со шланга Капает Думал У меня Этот Антифриз Пошел Ну, нет Слава Богу Это Только масло Ну, не знаю Насколько Слава Богу Но пока Меняется Меняется В этот раз Что-то Нифига Это не Произошло Не знаю Может Массу Надо Выключить Было Ладно Херси Тогда Вот такой Подтек Вытер Там Вроде Вроде Сейчас Не так Сочится Как До Этого Мне кажется Мне кажется Я перелил Уровень Чуть Или Под самый Выдавило Короче Машина Под наклоном Стояла Я проверил Масло На щупе Не было Я подумал Как раз Надо литр Долить Походу Вот Долил Прокладку Дуванул Потому что Потом Стал Смотреть Уровень Целый Вот Поэтому Скорее Сего В этом Обманулся Но Она Уже Текла Просто Я Так Сказать Задал Темпы Ну Ладно Будем Исправлять А Сейчас Помчали Что У нас Ростовская Область За окном Хотя Не Прошло Пять Минут И Все Видны Не Видны Один Стрит Снова Вернулась На свое место Вот Только Я Поплакал Сава И Она Сразу Начальник Обратно Себя Прихаживал Ну Видимо Там GPS Не Работает Или Что Хер От Крым Каждый Раз Такая Ситуация Первый Раз Я Думал У меня Он Не Исправен Вые Выехал За Мариуполь Туда К Таганрогу Раз Мариуполь Проснулся Все Работает Думаю Ааа Вот Что Дело Вот Сейчас Чуть Задержалась То есть 150 Км С чем То Я Проехал После Этого Она Только 150 Да Вот Отдуплилась Ну Ладно Работаем Как Говорится Коллеги Да Что Делать Ладно Двигаюсь Дальше За окном Воронежская Область Уже Воронеж Прошел Сейчас Нужно Заправиться Тут Уже У нас Плюс Три Все Крымские Эти Теплые Деньки Закончились Начинается Жесткая Осень Даже Зима Сейчас Будем Заправить Блять Вляться Короче Хотел Снять И Забыл Вот Видишь В Этот Зеркало Бачок Бачок Автономки Короче Заправил Солярочки Так Когда На улице Плюс Три Вот А Солярка Переходная Как Минимум Ну Замерзнет Не Замерзнет Так Как По Ночам Еще Плюс Ну Вроде Как Может Минь Садит Вот А вот Засорить Сеточку Там Может Потому Что Солярка Такая В это Время Хер Пойми Как Как Правило Вот Засаривает Автономку Переходной Момент И Добавил Получается 20% Я Последнее Время Последний Год Уже 20% Бензина Лью Дет Второго То есть Допустим 5 литров Солярки И литр Бензина И все Автономка Дует Горячим Вот Я ее Летом Когда Красил Машину Вскрывал Там Все в порядке Почти Нагара Нет Хотя Я помню Она в том Году У меня В Мурманске Начинала Глохнуть С бензином Разбавил Живил Ее Вот Всю зиму Так работал И вот Летом Я ее Разобрал И там По крайней мере В камере Сгорания Почти Все чисто Хотя Я помню Там столько Гаммана Было Когда-то Когда я просто Солярка делал Работал Не знаю Что там В этом В горелке Внутри Ну Вроде Тоже Более Менее Вот Поэтому Теперь Всегда Мне давно Советовали С бензин Чтобы Типа Наша Солярка Засоряется А бензин Сгорание Дает Температуру Больше И соответственно Весь шлаг Сгорает Поэтому По такой же Схеме Работаем 80 Соляр И 20 Процентов Бензинчика Так что Хотел снять Да и Что-то На улице Холода Забыл Ну ладно Я рассказал Поделился Что я делал Так что Все Предъявы Не принимаются Сейчас Задача 447 километра 416 километра Там Стояночка Как-то Называется Это Периодически Когда тут Ежу Сплю Время Полдевятого Что-то Подустал Я С 7 утра На ногах Туда Приземлимся Поспать Утро Утро Всем доброго Короче Снег идет Ё-моё После Крыма Я В этом В этом Году Я Снег По-моему Первый Раз Увидел Ну Как Не в этом Году А Это Осень По-моему Мне еще Нигде Снег Не Попадался Вот Он Падло Пришел Так Что Это Что Там На улице Плюс Три Или Ноль Я Не знаю Как Будто Б Минус Он Такой Бодрый Идет Снег Не Мокрый Хотя Лужи Не Заверш Значит Плюс Три Все Правильно Короче Зимушка Зима Приехала Ёлки Палки Здрасте Получите Распишитесь Ладно Что делать Будем Привыкать Что У нас Почти Ноябрь Всего То Пять Месяцев Переждать Ха Так Что Да Ладно Погнали Что Пять Утра Вот Поспал С Девяти С Девяти Девять Встал В 10 Где-то Лег В общем Задача Сегодня Выпустить Так Что Москва За окном Московские Пробки На дворе Уже Сколько там Двенадцать По первого Дня Четверг За окном Вроде Все нормально Без происшествий Вроде бы Доехал Есть моменты Что посмотреть Привести Опять же В порядок И Работать Далее Что У нас За окном На октябрь Двадцать Какое Там Шестое Ну Считаю Уже Ноябрь Ноябрь Декабрь Два Таких Насыщенных Месяцев В плане Работы Поэтому Надо Подготовиться И Зимушку Зиму В кучу ходок Входить Чтобы Стараться Сюда Не лазить Ну Хотя Это не от меня Да Зависит Машина Может Что-нибудь Но Все же Будем надеяться Что машинка На нашей стороне Все капризы Принимаю Весной Все Зимой Не принимаются Только мелочь Так что Че Может Че По Москве Покажу Ну И Выгрузку Соответственно Ну А Че Там Выгрузку Вы Видели Сколько Там Товара На Архангельск Предложили По цене Не сошлись Этот Этот Груз Ну Короче Сейчас Отдам Его И Кто-то Повезет Его На Архангельск 1250 Километров 1300 Что-то Такое Там Уже Морозы Нахрен Она Надо Так что В Москве Солнечно И Плюс 5 Где-то Сейчас Наверное Что-то Такое Утром Было 0-1 Такие Дела Блин Ребятки Суете Забыл Снять Вот Немножко Вставлю То Что Я Отправлял Логисту В общем Сдал Все Это Дело Перегрузили В другую Машину В Архангельск Поедет Короче Алёха Там Че-то Ремни Засвистели Наверное Из-за Холода Надо Подтянуть Ну В принципе Это нормальное Явление Когда холода Хомута Надо Подтягивать Хомуты Все Которые Есть На солярках На Антифризе Потому Что Трубки Получается Эти Шланги Сужаются Или че там Хер его знает Ну Короче В общем Физические Процессы И надо Да Все Подтягивать Но ремни у меня Новые Куплены Ремни Я буду Менять Но это Уже Вам Расскажу В следующей Серии Ой Так что Короче Рейс Москва Севастополь Обратно Завершен Время У меня Потребовалось Почти Недели Уехал В пятницу Вернулся В четверг Ну И в целом Вроде Все в штате Ну Были Моменты Небольшие С машины Там Масло То Что Там Прокладка Потекла Ну Это Как Говорят Издержки Производства Ничего Страшного Нет Неприятно Тут Вот Так что Такие Дела Ну И Всем Спасибо За Просмотр До Леха Поехал Чуть-чуть Подремонтироваться А мы С вами Увидимся В следующий раз Уже Этому В скором времени Так что Всем Пока Пока Продолжение следует... Продолжение следует...